Привет, друзья! Сегодня в продолжение темы о стадном чувстве и законе 5%. Поговорим снова о таком животрепещущем вопросе, что лучше работает. Много повторка или большие веса? Вы знаете этот спор вечный, да? Принято считать, что Юрий Спасококотский на стороне тех, кто пропагандирует читинг, большие тяжелые веса, малое количество повторений. И Папа Смит пропагандирует много повторков. Вы знаете, я уже занимаюсь этим делом, и оно продолжает меня интересовать довольно-таки продолжительное время. Постоянно-постоянно изучаю любую доступную информацию. Раньше с этим было сложно. Сейчас у вас, у молодежи, это вообще замечательно, очень много информации. Но вот если разобраться, когда было лучше, в те времена или сейчас, тоже вопрос. Потому что сейчас очень много информации, но она противоречит друг другу, а иногда и вообще выдвигает альтернативные точки зрения. Кстати, мои взгляды на тренинг, потому что я вас обучаю, что пропустил через себя, это больше похоже на альтернативу. Но альтернатива всегда, на мой взгляд, была двигателем прогресса. Вспомните тех физиков, которые раньше готовы были взойти на костер за то, что атом – мельчайшая частичка вещества, и где они теперь все. Вспомним про тех людей, которые сожгли кучу народу за то, что они излагали мысли, которые не совпадали, которые противоречили общепринятым мыслям относительно того, что вращается вокруг другого Солнца, вокруг Земли, или Земля вокруг Солнца. Надеюсь, ты вот сейчас, кто это слушает, знаешь правильный ответ. Так вот, и тогда, и сейчас, изучая различные источники, сталкиваешься, по крайней мере, я это нахожу, больше всего с таким фактом, когда человек говорит, я вот очень долго работал на много повторки, потом перешел на большие веса, и меня стало переть, как принято у нас говорить. А другие говорят, а я всю жизнь качался, пырял на больших весах, меня не перло, перешел на много повторку, меня поперло. Так грамотные люди, кто это все читает, кто это все наблюдает, изучает, понимают, что смысл здесь, знаете, как говорят, истина посередине, здесь это прямо в самую точку. Посмотрите, что общего у этих двух разных людей. Или даже может сказать, что это может быть такое у одного человека. Кто-то скажет то, кто-то скажет это, но на самом деле общего у них то, что они оба меняли тренировочный режим. После этого их перло какое-то время. Так вот, важно не то, что лучше, тяжелые тренировки с огромными весами на малое количество повторений или многоповторка. Но я не люблю слово многоповторка, потому что многие называют многоповторкой даже статодинамику, что говорит о том, что они просто не понимают, что такое статодинамика. В статодинамике, когда я работаю иногда 30 секунд, у меня за подход получается 3-4 повторения. О какой многоповторке может идти речь? Это совершенно разные виды тренинга. Так вот, друзья, общего у всех это периодизация. Только когда вы периодизируете свои нагрузки, вы прогрессируете. Вы не вредите себе, никаким своим системам, ни центральной системе, ни эндокринной системе. Суставно-связочный аппарат тоже не страдает. Нет ничего хуже для организма во всех планах, чем однотипная работа. Серьезно, однотипная работа, она настолько утупляет, угнетает организм наш, что в свое время, когда в Америке еще были производства, когда здесь сделали автомобили, на конвейере больше двух лет работать на одной операции не разрешали. Именно вот по этой причине. О важности периодизации я уже не раз говорил вам. Конечно, приятно и хочется постоянно пырять. Вот еще одна ошибка. Людей, которые периодизацию воспринимают как легкие и тяжелые тренировки. Да, это тоже периодизация, но это не та периодизация, о которой говорю я, которую я пропагандирую, и которой придерживаюсь сам, и придерживаются мои ученики. Так называемая легкая тренировка, которую вы считаете легкой на окислительные мышечные волокна, для меня самая тяжелая. Мне легче навесить те же 200 кг, присесть пару раз, чем повесить 100 кг и приседать в ограниченном участке амплитуды медленно вниз, медленно вверх, 5-6 секунд вниз, 5-6 секунд вверх. Для меня это гораздо сложнее. И это именно я называю культуристическим тренингом, тренингом бодибилдера. Но важно делать все тренировки. Важно понимать, что периодизация не так хорошо работает, если вы придерживаетесь, опять-таки, общепринятых норм. Что это значит? Это значит, как вам рекомендуют учебники. 2-3 месяца работаете на силу, 4-6 месяцев работаете на массу, и 2 месяца работаете на рельеф. Это, друзья, чушь. Хотя это чушь, которая лучше, чем линейный тренинг. Линейный тренинг – самое, что ни на есть, не комфортное, не хорошее, не здоровое и в плане прогресса, и в плане здоровья программы. Да, повышение рабочих весов важно. Но важно, чтобы вы на каждой новой тренировке, на одну и ту же мышечную группу, меняли режим нагрузки, режим тренинга. У нас есть три типа мышечных волокон. Окислительные, гликолитические, промежуточные. Каждый из типов волокна требует своего индивидуального подхода к составлению тренировочной программы. Помимо этого, каждый из типов мышечного волокна имеет несколько вариантов тренинга. От трех вариантов тренинга для каждого типа мышечного волокна. Плюс ко всему к этому, в каждом типе мышечного волокна нужно тренироваться на силу и на массу. И на выносливость, не на рельеф. Запомните, на рельеф тренировок не существует. Нужно меньше жрать на рельеф. Это закон. Если кто-то вам говорит, что вот эта тренировка на рельеф, эта тренировка на массу, вот так мы будем чердовать, это тоже человек ничего не понимает, либо просто ему пофигу на вас, он делает на вас свои деньги и заинтересован в том, чтобы вы каждый раз покупали у него индивидуальную программу тренинга. Запоминайте тоже, если вам человек, инструктор, говорит, что тебе нужна индивидуальная программа тренировок, а ты не выступающий атлет и даже не ставишь перед собой никаких серьезных целей и задач, этот человек просто раскручивает вас на бабло. Потому что я не раз уже говорил вам о том, что современные фитнес-центры зарабатывают не на абонементах, а на персональных тренировках. Да, чем больше продастся персональных тренировок, тем больше зарабатывает фитнес-клуб. Об этом нужно всегда помнить. Так вот, на каждую новую тренировку, на ноги, на спину, неважно на какую мышечную группу, вы должны периодизировать нагрузку, циклировать ее. И у вас получается такой спиральный, постоянный, постоянный подъем вверх. Потому что на каждом новом витке спирали вы будете становиться сильнее. Однозначно. По-другому никак. Лучше идти маленькими-маленькими шажками, но постоянно идти вперед. Не вредя своему здоровью, не вредя в целом, и не вредя, в частности, никакой из систем организма. Это важно понимать. Это очень-очень тонкий момент. Но опять-таки, чтобы прийти к периодизации, вы знаете, есть у меня отдельно для девушек, отдельно для парней программы, которые рассчитаны на то, чтобы поднять, укрепить ваш базовый уровень, построить силовой фундамент. Как хороший дом начинается с хорошего фундамента, так и тренинг начинается с силовой подготовки. И нет ничего лучше, чем занятие пауэрлифтингом, скажем, или той же тяжелой атлетикой. Но когда вы построите свой силовой фундамент, не будет вам равных в наборе мышечной массы. И не важно, натуральный вы атлет или планируете потом садиться на анаболические стероиды. Это не важно. Это закон для всех. Сейчас поговорим отдельно о тех дурачках, которые до сих пор продолжают мне писать, что как ты можешь утверждать, что чем больше рабочий вес в упражнении, тем больше мышечная масса. Нет никакой связи. И приводят мне в пример совершенно не грамотный, некорректный пример. Типа, почему вот пауэрлифтеры, почему штангисты не такие, как культуристы? Это ничего тупее сказать нельзя. Хотя, если сейчас посмотреть на современный пауэрлифтинг, посмотреть на современных тяжелоатлетов, так качки многие так не выглядят, друзья, как выглядят эти ребята, которые в принципе-то не качаются. Почему все? Нельзя сравнивать человека, который тренируется исключительно на силу с человеком, который тренируется исключительно на массу. Причем тренируется на массу неверно. Объясню. Смотрите. Если человек способен поднять больший вес, то естественно, если он будет работать с этим большим весом, большим количеством повторений, это я сейчас говорю о пауэрлифтере и о тяжелой атлетике, то этот человек будет и станет больше в плане мышечной массы, чем человек, который не тренируется на силу. Потому что человек, который не тренируется на силу, не очень хорошо, особенно если он не сидит на фармакологии, прибавляет в силовых показателях. Идет линейно по тропе тренинга и вгоняет себя в жесткая плата, вгоняет себя в жесткую перетренированность. То есть, смотрите, очень-очень просто. Если взять пауэрлифтера и заставить его тренироваться по периодизации, когда он будет тренироваться и на силу, и на массу, и на выносливость, то он обгонит любого, практически любого парня, который начал и тренируется чисто по культуристическим программам. Скажите мне, вы действительно верите в то, что два совершенно одинаковых человека, ну, представим себе такую ситуацию, да, два брата-близнеца, вообще не важно, работающие в приседаниях один 150 килограмм на 15 повторений, а другой работает 80 килограмм на 15 повторений. И примерно такой расклад сил у них во всех других упражнениях. Вы серьезно верите в то, что при каких-либо фантастических условиях, ну, не будем говорить, да, что, к примеру, один принимает фармакологию, а другой нет. Нет. Либо оба принимают фармакологию, либо оба не принимают фармакологию, так вы верите в то, что тот человек, который работает с меньшим весом, может иметь большие мышцы? Вы просто, значит, у вас в голове вместо серого вещества что-то на букву Г, либо вакуум. Вакуум, кстати, нужно делать после того, как вы очистите утром все, сходи в туалет, предварительно перед этим выпив стаканчик воды. Так что, друзья, есть прямая зависимость от того, с чем большим весом вы работаете, тем больше ваши мышцы. Опять-таки, конечно, есть момент концентрации на упражнении, но это все уже вторично. Первично с каким весом вы выполняете то или иное упражнение, если мы говорим о массонаборе. Поэтому никогда не приводите в пример силовиков. Почему они не такие большие, как бодибилдеры, бодибилдеры или почему они такие жирные? Да потому что они не тренируются как бодибилдеры, потому что они не питаются как бодибилдеры. А я знаю людей, которые, повторюсь, не являясь бодибилдерами, выглядят лучше, чем основная масса посещающих тренажерные залы. Но люди тренируются исключительно на силу. И если взять опять-таки двух одинаковых братьев, одного посадить на тренинг на силу, другого посадить тренинг чисто на массу, к примеру, на много повторку, как это принято у папы Смита. Поверьте, что мышечная масса будет больше со временем у того, кто будет становиться сильнее. А кто будет становиться сильнее, понятно. А если взять и предположить такую ситуацию, что у них есть еще третий брат-близнец, которого посадить на те же условия в плане питания, восстановления и отдыха, но он будет тренироваться сначала по силовой программе, достигнет определенных нормативов, а потом перейдет на периодизацию, этот парень обгонит всех. Это проверено, доказано уже не раз. Поэтому, друзья, никогда не задавайтесь с таким тупым вопросом, что лучше. Нужно понимать, что все хорошо, все работает, потому что у нас в организме природой так заложено, чтобы мы могли выполнять и выносливую работу, чтобы мы могли выполнять и силовую работу. И каждое волокно отвечает за определенную нагрузку. но опять-таки многие думают, что медленные окислительные мышечные волокна не гипертрофируются. Это тоже неправильно. Окислительное мышечное волокно естественно в первую очередь выносливое, но его тоже можно гипертрофировать. Очень хорошо можно гипертрофировать его. Посмотрите на ноги велосипедистов. Вы убедитесь в этом. посмотрите на ноги спринтеров, которые приседают по 180 килограмм на 10 повторений. Тот же Бен Джонсон. Посмотрите на ноги конькобежцев. Друзья, думайте всегда головой. Не будьте статом. Не попадайте под закон 5%. И будет у вас тогда все грамотно. Будет сохраняться здоровье. Будут улучшаться силовые показатели. В плане эстетики вы тоже будете становиться больше. И не нужно себя сравнивать с журнальными качками. Друзья, поверьте, принимается фармакология и принимается фармакология на таком уровне, на котором нами не снилось. Посмотрите на Рони Коллимана. Человек, который все время в начале своей карьеры был в аутсайдерах. Но на мой взгляд это лучший бодибилдер мира. Когда он вышел на такую тропу, что ему в этом помогло? Что он изобрел какой-то новый стероид или думаете может какое-то новое сочетание стероидов изобрел? Нет. Но когда с ним стали работать серьезные люди, когда брали у него каждое утро анализ крови и на фоне этого рекомендовали ему, что когда в каком количестве колоть, выпивать, есть, тогда человек спрогрессировал просто невероятно. И такого как Рони Коллиман не будет еще очень и очень долго. пока наша генетика не придумает что-нибудь реально убойное, когда достаточно будет выпить пару таблеток и сильно не тренироваться, чтобы достигать мощной мышечной массы, при этом не набирать жировой прослойки. Друзья, я не агитирую вас не за то, чтобы вы садились чисто на силовой тренинг, если вы не новичок. Если вы новичок, однозначно забросьте все. У меня есть и книга, и сейчас вот выйдет книга для женщин еще, для парней вообще просто все расписано от и до. Не нужно ничего изобретать. Взяли и на два года у вас с нуля до выхода на периодизацию есть полный план того, что нужно делать, как тренироваться. Всегда, всегда, друзья, думайте, всегда развивайтесь, изучайте любую возможную информацию, анализируйте ее. Помните, что у медалей как минимум две стороны, как минимум. Есть еще ребра. Ну, надеюсь, я вас не утомил. Если у вас есть какие-нибудь вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Обязательно делитесь этим видео у себя в соцсетях. Если вам нравится то, что я делаю, лучшая благодарность для меня это репост. Пусть другие люди тоже видят и присоединяются к грамотному подходу, к тренингу, к питанию. Если нравится, ставьте лайк, пишите, что нравится. Еще более важно, если не нравится, пишите в комментариях обязательно, что не нравится, ставьте дизлайк. Это мне не обидно, поверьте, наоборот, это помогает мне развиваться, помогает улучшаться и в плане моих знаний, и в плане подачи материала. Я очень уважаю всех, кто смотрит мой канал, и неважно, согласны вы со мной или не согласны. Единственное, я отношусь только к глупым троллям, к хейтерам, которые просто ничего не обосновывая пишут, да ты дурак, в таком плане. Это знаете, все равно, что пердеть. Так просто, пустое сотрясание воздуха. Поэтому, всегда, если что-то пишите, если вам нравится, прошу вас ставить комментарий, если ставите лайк. Если не нравится, ставьте дизлайк, обязательно пишите в комментариях, что не нравится. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале, и не забывайте, что продолжается конкурс на название моей новой книги, которая будет реально очень серьезным трудом, в который вкладываются не только мои знания, вкладываются знания выступающей девушки одной, которая очень успешно выступает здесь, в Штатах. Она расскажет о изменениях в питании, которые нужны с возрастом. А также один из лучших эндокринологов России, Алексей Калинчев, напишет главу, специально для вас, девчонки, с ответами на вопросы о гормонах, как они работают на вас, когда и что нужно принимать, если нужно. От меня будет очень много эксклюзивной информации, будет информация о том, как подходить к тренингу и к питанию через призму менструального цикла, как начать тренироваться, как переходить на периодизацию, когда переходить на периодизацию, как начинать грамотно питаться, как плавно переходить на это, чтобы не навредить своему организму. И много-многое другое. Нужен ли пояс, нужны ли корсеты, как подобрать рабочие веса, сколько подходов делать, все-все это будет в этой книге. Так что жду от вас предложений с названием данной книги. То предложение, которое наберет больше всего лайков от других подписчиков, получит от меня приз. Хороший приз вступления в мою закрытую группу совершенно бесплатно, где как раз-таки вы получаете отдельно парни, отдельно девчонки на каждую новую неделю новую программу тренинга, основанную на принципе периодизации. Нас в группе уже 170 человек. Нет ни одного недовольного, все довольны. В отличие, кстати, от персонального тренинга. У меня бывали случаи, когда люди оставались недовольны, не знаю, мной, моим подходом или своим результатом. В общем, были недовольны люди. В группе недовольных нет. 170 человек, я сам в шоке, сам удивлен. Не верите? Можете спросить у них. А тот, если такой найдется, чей вариант мне понравится настолько, что я его использую и назову так свою книгу, тот получит год онлайн-тренинга от меня совершенно бесплатно. Ну все, друзья, побежал тренировать людей. Спасибо, что были со мной. Увидимся в тренажерном зале.